Давайте сегодня поговорим о базовых начальных программах по инфодайвингу. Мы действительно вам в 2020 году предложим спектр разнообразных. Почему так? Потому что, наверное, прийти в инфодайвинг самое сложное. Если у вас уже получилось войти в субъективное восприятие и начать в нем совершать какие-то шаги, то эти шаги уже гарантированно будут результативными. Но самое сложное человеку это войти в субъективное. Это реально рвет все шаблоны, это ломает базовое программное обеспечение человека. Потому что с детства мы привыкли к осознаванию того, что этот мир находится вне нашей психики. Он некий объективный и в него мы пришли голыми и уйдем голыми. Об этом нам говорили родители, об этом говорила школа. Она настаивала, что есть некая объективная реальность. Обязательно, хотя при этом есть и квантово-волновой дуализм, и есть наблюдатель. И это как-то уходило на второй план. И программы ответственности в коллективном сознании, а именно коллективному сознанию нас все время вели, равняли на то, чтобы перед соседями было не стыдно, чтобы был достойным человеком, чтобы прожил коммунистическую жизнь и так далее. И вот представьте, на это программное обеспечение мы сейчас говорим, а этого мира нет, есть только ты. Есть только ты и твоя индивидуальность, и этот мир творится в твоей психике. Соответственно, рвутся шаблоны восприятия. И от того, что человек сядет и скажет, да, есть только я, я царь, я бог или еще что-то, то здесь в лучшем случае о нем заботятся новинки или другая, там, Кащенко, другая какая-то больничка. Но от этого он не становится богом, от этого он не входит в субъективное восприятие. Для того, чтобы войти, надо изменить программное обеспечение человека, именно базовые внутренние настройки. А это значит вернуть бога в себя, вернуть ответственность за свою жизнь в себя, и включить осознанность. И это невероятно сложно, потому что даже слово «осознанность» содержит определенные подмены. У нас слово «осознанность» сразу ассоциируется с индийскими медитациями, йогами и так далее, и уход опять в какие-то религиозные штуки. Оно не ассоциируется с индивидуальностью человека, с тем, что это он творит эту реальность, и он является творцом. А уже, как говорится, о человеке-создателе вообще не приходится. Как это можно создать нейронную связь в психике и в голове, проявленную в дальнейшем в жизни у ребёнка для того, чтобы у него начала развиваться речь, или он ушёл с глютеновой диеты? Да никак. Но это творит сознание человека. И вот на сегодняшний день это считается чудом. До сих пор люди боятся нас и считают, что мы здесь занимаемся непонятно чем, и не хотим показать действительно, чем мы занимаемся. Но мы при этом вытворяем какие-то чудеса, которые пока необъяснимы. И когда мы начинаем человеку говорить, дорогой, надо просто прийти в субъективное, он не знает, как прийти. И вот этот вот шаг, он самый сложный при внешней его простоте. И поэтому, когда говорят об инфодайвинге, как о гипнозе, глубоко ошибаются. В гипноз вы пришли, взяли готовую техническую базу, и всё, он у вас работает, потому что он в привычном для вас восприятии. Но когда мы говорим об инфодайвинге настоящем, когда вы имеете доступ к информации внутри вас, то надо прожить невероятной трансформацией. Надо отцепиться от объективного. Это значит выстроить свою жизнь, выстроить свои отношения, выстроить своё здоровье и прийти к себе настоящему и искреннему. Взять ответственность за свою жизнь на себя и найти в себе Бога. Вы представляете, насколько это сложно? Я понимаю, что не представляете, пока это только слова. Поэтому мы поставили разнообразные программы, учитывая то, что человек, если он был на какой-то программе, и неважно, получилось у него или нет, он на неё уже не пойдёт. Но при этом он не достиг результата. Поэтому мы поставили очень много разных программ именно на включение субъективного восприятия. И одной из таких программ будет программа осознанности инфодайвинг. Она будет повторяться каждый месяц. Почему? Потому что она стартовая. Она запускает все вот эти механизмы в человеке. Она приводит человека к осознаванию себя в моменте здесь и сейчас. Она приводит человека к глубокому осознаванию, так что же такое инфодайвинг и какие тайны он в себе хранит и может раскрыть. Она приводит к осознаванию, как стать действительно инфодайвером. Она приводит к наработке определённых состояний сознания и к умению действовать, именно действовать, а не спать, в состояниях погружения. На этой программе вы будете учиться различать эмоции, ощущения, чувствования, впечатления. Все вот эти штуки, которые у человека кажутся. Да это всё об одном, это слова-синонимы. Нет, господа, это не слова-синонимы. Это разное состояние. А если ещё добавить сюда какой-то эмоциональный окрас, как выключить эмоции и остаться в информации? Это всё глубинные вещи. Когда вы на глубине на это смотрите, вы понимаете, это разные миры. А когда вы смотрите с объективного восприятия, это всё одно и то же. Вот вам надо выйти из этого одно и то же и прийти к глубинным мирам. И в этих мирах научиться чувствовать и различать оттенки. И эти все миры находятся внутри вас. Вы открываете невероятную глубину в себе. И её надо открыть от курса к курсу, от шага к шагу. Поэтому вот эта начальная базовая программа самая сложная. Невероятно сложная к переходу. У кого будет получаться, он будет идти дальше. И тогда все остальные курсы связаны со здоровьем, с психикой, с энергетикой, со структурами психики, с перепрошивками, с наладками. И в то же самое с эффективным удалением у человека из подсознания болезней. Это всё детский лепет на фоне того, что надо пройти вначале. Самое сложное это вначале. Понимаете, когда вы учитесь в старших классах школы, вы уже умеете писать и читать. И вам легко даётся всё, что дальше. Но помните, как было сложно освоить буквы? Научиться писать и читать. Просто, тупо рисовать значочки, освоить азы математики. И так далее. Любая наука, именно азы, они должны сперва впитаться. Они должны, должен выстроиться фундамент у любого здания. Иначе здание рухнет. И для того, чтобы вы не завалились в фантазии, для того, чтобы эго не петушилось и не кричало, что я всё могу и я крут только потому, что я инфодайвер, это всё не об инфодайвинге. Когда вы в инфодайвинге, вы в гармонии, вы в балансе, вы Бог и рядом с вами Боги. И к этому надо прийти, и это надо осознать, и это надо прожить и прочувствовать. Поэтому вот эти курсы базовые, они будут регулярно. И курс осознанности инфодайвинг один из стартовых. Следите за рекламой, приходите на любой. Вы можете стартовать с любого базового курса. Без базовых курсов не имеет смысла идти дальше. И за период базовых курсов подумайте насчёт индивидуальной консультации. Всё-таки вы придёте к тому, что она нужна вам реально. Будет легче стартовать дальше, когда у вас отстёгнута кармическая история, когда у вас уже запущены определённые процессы осознавания в психике, и когда у вас действительно чакровая система заменена, как я всегда смеюсь, на светодиодную ленту, и у вас другой силовой и внутренний потенциал, и вас не вытягивает и не распотрашивает внешнеобъективный мир. Вы как бы от него отходите для того, чтобы получить возможность войти в себя. Ждём вас на наших обучающих программах. До встречи! Продолжение следует...